Ирина Борисовна, концерты под открытым небом Наверняка самые непредсказуемые мероприятия Омской филармонии Вы завести от погоды, непривычных технических возможностей площадки Признайтесь, есть ли страх, что люди не придут? Или вы уверены в своей аудитории? В плане подготовки это очень предсказуемое мероприятие Потому что готовят его весь, можно сказать, персонал филармонии То есть все работники И в день симфопарка выходит более 200 сотрудников Для того, чтобы просто даже обслужить вот это все мероприятие Не говоря уже о музыканта Ну, а непредсказуемый, конечно, есть страх Каждый раз мы обращаемся к небесам, чтобы была погода И, кстати, вот десятый парк и десятый парк Дождя не было Ну, нашими молитвами и молитвами всех, кто нам желает добра Это все происходит То есть погода, да Технические какие-то тоже бывают В прошлом парке с электроэнергией произошел казус И у нас просто весь пульт слетел И пришлось на час задержать концерт Но если идет очень серьезная подготовка Если это все продумано И продумано в плане даже вот каких-то непредвиденных Форс-мажорных обстоятельств То, конечно, все получается В чем вы видите секрет популярности самого явления симфопарк? Это вот дань моде на мероприятие на свежем воздухе? Или просто горожанам приглянулся формат, который, ну, по сути, ни к чему не обязывает? Можно в шортах прийти, там, с термосом чая? Во-первых, конечно, открытый воздух И мы пробовали летом заводить, допустим, джазовый фестиваль, который провели в июне Сделали один день в концертном зале, один день в парке И по всем отзывам, конечно, больше желающих было прийти в парк Потому что в зал попадают, когда уже осень начинается, зима А летом всем хочется открытого воздуха Потому что это действительно совершенно другие ощущения Тепло, хорошо, солнце И музыка воспринимается совсем по-другому Каждый раз становится программа насыщеннее, интереснее Нам кажется, что мы уже в следующий раз не сможем ничего придумать Но, тем не менее, вот последний симфопарк Это просто тоже кладезь, фейерверк идей, разных придумок И мы даже сами не ожидали, что у нас так получится И есть даже, наверное, в качестве привлечения момент какой-то интриги Потому что очень многие, особенно молодые люди, приходят Посмотрим, что там такое вообще, что там, ну, симфа Это что-то не для нас, это что-то такое сложное Сейчас минут пять постоим и уйдем Я сама слышала эти разговоры Потом этот формат настолько понравился И даже из других городов к нам сегодня приезжают Потому что действительно нигде такого нет Чтобы в течение 10 часов все коллективы филармонии выступали на площадке Давали концерты, то есть это едино-концептуальное такое решение И это однозначно бренд нашего региона Культурный бренд И мы очень рады, что это получилось Если говорить о самих музыкантах Понятно, что зрители в восторге Для них это безусловный выход из зоны комфорта Если в зале Омской филармонии гарантированно собирается заинтересованная публика Которая умеет слушать и отдает, собственно, все внимание происходящему на сцене То в полевых условиях за внимание зрителя приходится конкурировать Тут и фудкорты, и просто общение между людьми, да И какие-то активности вдалеке от сцены Не обидно ли для профессионального музыканта чувствовать себя фоном на чужом летнем пикнике? Может быть, первые опен-эры было какое-то волнение, как это все будет происходить Сегодня уже таково положение музыкантов, оркестра, статус, что фоном они не могут быть Все идут как раз для того, чтобы послушать наш Омский академический симфонический оркестр И камерный оркестр, и духовой Музыканты, они очень выносливый народ Они играют в разных условиях Уровень профессионального мастерства очень высокий И это позволяет преодолеть вообще все обстоятельства, которые могут возникнуть Приходят не поесть, не там, понятно, что есть какие-то игры, есть какие-то там анимационные вещи Но все обязательно идут слушать оркестр В этом году идея симфопарка – это максимальное сближение с аудиторией И действительно, вы показали много личного Это и хобби музыкантов, это и семейная кухня Легко ли было уговорить коллектив И, собственно, для чего вы это делаете? Не лучше ли, когда музыкант все-таки остается человеком возвышенным Человеком искусства, да, а не превращается в такого... Это была вот эта грань между сценой и залом В течение всего сезона наши слушатели постоянно желают встретиться с музыкантами Иногда просятся в гримерку С маэстро очень много встреч, тоже задают вопросы Я вам скажу, что однажды у него машину забрали эвакуатором И он сел в такси Причем как-то так получилось, что туда сели тоже ребята, у которых тоже машину забрали И получилась их полная машина, они поехали за машиной И они так поворачиваются и говорят О, по-моему, вы маэстро нашего Омского академического симфонического оркестра То есть вот такая популярность, она о чем говорит? Что знают в лицо и общаются И вот когда мы предложили на симфопарк показать свое творчество Конечно, были минуты стеснения, какой-то закрытости Потому что, ну, может быть, не каждый хочет рассказывать, что он там вяжет Или делает бус, или там какие-то из папье-маше подделки Кто-то готовит хорошо Ну, все равно об этом знают в оркестре Но это выносить уже на какую-то открытую площадку Это не каждый, может быть, хочет Но, вы знаете, вот каждый день прибавлялось все больше уверенности в том, что это надо сделать И сегодня мы рады, что они открылись Не просто пришел, поиграл в свою партию, поработал и ушел домой Ну, это то, что называется Пусть будет дом, пусть будет семья И это важно Для того, чтобы был командный дух Для того, чтобы что-то получалось Чтобы были какие-то результаты Вы сами участвовали в конкурсах, в активностях Признайтесь, это ваша инициатива? Вы таким образом подавали коллективу пример или все-таки принудили режиссеры? Меня не пустили даже во все конкурсы, во все мероприятия Потому что, когда я услышала слово «симфокухня», то, конечно, мне хотелось показать свои кулинарные способности, то, что я могу Ну, там уже все казаны заняты были Расскажите, какое у вас коронное блюдо? Что бы вы приготовили? Коронное блюдо, ну, может быть, в условиях парка, конечно, это было бы что-то мясо или рыба А вообще, в принципе, у меня есть фирменный торт, который называется «Киевский торт» Сколько я не давала этот рецепт, ни у кого этот рецепт не получается Но этот торт готовится два дня Это такой рецепт, который мне передала мама Вот она его делала, и она мне передала секрет приготовления этого торта Я покупала в Киеве, я покупала в Петербурге, я покупала в Москве торт под названием «Киевский», я покупала в Омске Ничего даже близкого нет к моему рецепту У меня совершенно другой торт Будем проситься к вам на торте К юбилею филармонии попробуем это сделать В мае у нас будет 80 лет, ну, надо, наверное, все-таки сделать Ирина Борисовна, по каким критериям вы судите об успешности симфопарка? Это вот количество проданных билетов, резонанс в СМИ, громкость аплодисментов Как коллективу понять вам и вашей команде, что вы движетесь в правильном направлении? Это все, что вы сказали, это действительно количество билетов проданных Оно растет? Оно растет Это такое послесловие после симфопарка, когда мы видим, реально увеличивается количество слушателей в нашей базе И причина то, что я побывала на симфопарке И у нас первая встреча в сентябре всегда проходит, мы анонсируем сезон И очень многие, то есть я вижу каждый раз, то есть у нас было ползала в органном зале на встрече филармонического сообщества И с каждым годом последний раз нам не хватило мест вообще То есть я как-то такую бросила реплику, что, наверное, нам придется переходить в концертный зал, потому что нам не хватает мест И действительно последняя встреча в прошлом сезоне в сентябре показала то, что все балконы, зал был полон Сесть было, мы доставляли стулья, сесть было некуда абсолютно Поэтому вот количество слушателей однозначно увеличивается Количество держателей абонемента тоже увеличивается И я нахожусь весь день на этом мероприятии, и мои коллеги, мы потом обсуждаем, мы все слышим У меня абсолютный слух, поэтому я все слышу, где кто что говорит И все эти реплики, что говорят, я понимаю, как люди это все оценивают Потом начинается после парка огромное количество звонков И ты понимаешь, что все удалось, что все получилось И, конечно, мы ни в коей мере не хотим там загордиться и сказать, что вот мы такие великие, у нас все здорово Но мы все очень желаем принести радость и очень хотим, чтобы как можно больше людей слушало музыку Потому что вот я, как профессиональный музыкант, я совершенно точно уверена Я занималась очень многими проблемами, как музыковед в консерватории, влияние музыки на организм человека Я знакомилась с трудами американских ученых и совершенно точно могу сказать, что музыка влияет положительно и целебно на человека И чем больше людей будет приходить в наши залы, тем лучше будет выше общая культура нашего региона, нашего города И, как недавно я вот услышала, кто-то сказал, культура – это основа экономики И я очень рада буду, если наша культура будет улучшать и поднимать экономику нашего региона И хотелось бы, конечно, чтобы у нас были очень масштабные проекты и фестивали, которые привлекали бы в наш город очень много гостей, туристов Ну и самое главное, чтобы нашим людям было очень интересно И сегодня, когда мне говорят, что мы свой отпуск подстраиваем под симфопарк, то есть не вздумайте отменять, потому что я уже купил путевку, потому что я должен попасть на симфопарк Но меня это очень радует Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова